Хочу пригласить сюда Алексея Александровича Тагилова. Пока ставится в презентацию, я хочу поблагодарить Юрия Алексеевича Криво за то, что он собрал в этой аудитории специалистов разноплановых. И самое главное, за то, что на мой взгляд, сегодня стал уже получаться диалог. Потому что вот до этого, на протяжении моих лет, как мы вот и нас так учили и подходили, очень много было по-райкински. Помните, инфер-медиа? Кто шил костюмы? К другому улицам есть претензии? Вот врачи различной специальности именно так и общались. Оказывается, мы говорим об одних и тех же вещах, но говорю, в принципе, на одном и том же языке. Вот это меня сегодня очень сильно порадовало. Я постараюсь как бы в телеграфном тексте доложить, просто уже начато все. И вот этот доклад, он как бы является тоже небольшим вкладом. Значит, называется он «Роль гипермобильности суставов в развитии ортопедической патологии у детей». На самом деле, в данной работе, которая проводилась с нами, мы хотели найти какой-нибудь универсальный признак, маркер вообще существует он или нет. Для того, чтобы как бы обратить, ну, я прекрасно понимаю, что мы не можем объять необъятное. Помочь всем мы не можем. Но вот выделить группу риска, определить, есть ли она в разбитии тех заболеваний, в частности, восклиоза и заболевания позвоночника. Потому что очень хорошо было показано на слайде, который представил Алексей Валентинович, это слайд испанского ортопеда Багнелла, по поводу той темной зоны. Вот в 13, в 14, в 15 лет уже появились грубые деформации. А раньше что? И вообще, надо ли что-то с ними делать? Не надо. И по каким критериям отбирать этих детей? С кем надо делать? С кем не надо ничего делать? Кто является группой риска? Здесь хочу привести пример. Здесь много сидит практикующих ортопедов и неврологов, врачей уже и жизненным опытом, ну, просто по своей специальности. Если взять, допустим, 25 лет назад, когда я начинал работать, большим бичом был врожденный выверк бедра. Я помню, в отделении лежало одновременно 5-6 детишек, которых оперировались, либо закрытое там управление сначала проводились в гипсах. И ведь очень долго пытались внедрить такой признак, как асимметрию складок на бедре. Ведь сейчас очень многие родители прибежают, увидев эти складки, они тут же бегут к врачу, чтобы выяснить, а вот складки, все нормально, нет. Вот то же самое мы попытались сделать и с патологией позвоночного столба. Значит, целью работы явилось изучение частоты встречаемости, вообще патологии осанки, ну, назовем детской популяцией. Вот, ну, в условиях нашего города, естественно, и у детей с гипермобильностью суставов и выяснить структуру ее в зависимости от возраста. Значит, исследование проводилось на базе 11-й детской поликлиники, но гости города не знают. Это у нас самый большой спальный микрорайон, детское население составляет более 30 тысяч детишек. А вообще там население около полумиллиона человек. Он считается, как бы, экологически чистым, потому что там нет предприятий, хотя в городе уже мало работают предприятий. Ну, то есть, там представлены все виды детского населения. Была обследована группа 700 детей. То есть, довольно-таки значительная группа. Значит, основа обследования составляла компьютерно-оптическая топография, то есть, скрининговое обследование. И дальше дети были обследованы уже и рентгенологически осмотрены ортопедом, неврологом, при необходимости гастроэнтерологом, кардиологом и другими специалистами. Проводились лабораторные исследования, при необходимости также рентгенография, магниторезонансная томография. И в обязательном порядке все дети были обследованы генетикой. Так вот, мы обратили внимание на гипермобильность суставов. Оценка шла по тестам Бейтона, это уже всем известно. Сейчас я дальше покажу. Значит, я просто вернусь. Что такое гипермобильность суставов? Для наглядности я вам показываю. Это как раз тот признак, который мы видим у ребенка сразу. Он пришел на прием, он пределить очень легко по основным суставам. И оценить тоже очень легко. Все это клинически оценивается. Вот здесь как раз показано, какую патологию мы выявили. Значит, на данном диаграмме красно выделены дети, у которых имеется гипермобильность суставов. Синие дети без гипермобильности суставов. Значит, здесь сразу хочу сказать, что у нас получилось 1 четверть. Ну, группа 27%, то есть будем считать 1 четверть. Значит, уже круг начинает сужаться. Не надо всех подряд. Ребенок пришел, мы его посмотрели, мы выявили гипермобильность суставов. Соответственно, уже мы понимаем, что это является группа риска. Это уже ближе. Плюс, наглядно на данном слайде видно, какая патология. И что патология у детей с гипермобильным суставом, она преобладает. Ну, здесь, как я уже говорил, основным методом было для компьютерно-оптической топографии. Опять же, замечательный метод скрининговый, безвредный абсолютно. И широко применяют в практике. Вот, а здесь по возрастам. Значит, вот все дети представленных возрастов набраны грубо по 100 человек в каждом возрасте. Вот мы видим, в каком возрасте преобладает патология осанки. Это как раз пик приходится на 10-12 лет. Вот если в среднем посчитать эти проценты, то получается 70% детишек из общей. Мы будем брать усредненную популяцию. То есть, в среднем 70% детей имеют патологию осанки. Вот, а здесь сравнительная характеристика патологии осанки в возрастном аспекте. Опять же, мы видим очень интересные цифры. Вот, смотрите, в начале 3, 5, 7 лет. А что происходит уже после 12? В основном, это дети с гипермобильным синдромом. То есть, это опять лишний раз нам подтверждает, что это тот фактор, то есть, тот критерий, тот маркер, на который мы должны обращать внимание. Вот. Ну и здесь получается, что у детей с гипермобильным синдромом 99% это преобладает патология, то есть, наличие патологии осанки. Вот, то есть, практически у всех, у всех 100%. Хотя, в основной популяции, то есть, у детей, у которых нет гипермобильного синдрома, это всего 60%, то есть, только половина, уже хороший признак. И вот здесь, как раз мы проследили и выявили в данном слайде, что у 99% была патология осанки, плюс еще сочетание нескольких нозологических единиц, то есть, и плоскостопия, и другой патологии опорно-двигательной системы у этих детей была в 60% случаев, в 64%. А у детей без гипермобильного синдрома всего в 60% случаев, то есть, опять же, в 2 раза меньше. Вот этот очень интересный слайд, где представлены 2 диаграммы, которые очень показательны. Можно указать? Значит, на первой диаграмме представлены нарушения. Ну, давайте так. Значит, речь идет о чем? Вот внизу, на нижней шкале представлены возраста, и здесь, и здесь. Вот у детей с гипермобильным синдромом, во-первых, мы видим, что в младшем возрасте, это 5-7 лет, преобладают нарушения осанки, которые уже в возрасте 10-12 лет, они переходят, ну, как бы они снижаются, то есть, нарушения осанки. Но начинает очень резко прогрессировать структуральная патология. Что мы здесь подразумеваем под словом структуральная патология? Это уже сколиоза выше второй степени. Это те же патологические кифозы, то есть, другое течение сколиоза, но с грубыми нарушениями, как правило, с болевым синдромом. Когда у детей без гипермобильного синдрома, да, в этом же возрасте такой же пик функциональных нарушений, то есть, нарушения осанки, но к возрасту 10-12 лет все равно они падают. А здесь идет явный рост, то есть, это опять плюс за то, что гипермобильный синдром является универсальным маркером, на который мы должны обращать внимание. И здесь, как бы, на этом слайде подытожено то, о чем я говорил, что у детей с гипермобильным синдромом сколиозы второй степени встречаются в 7 раз чаще, чем у детей без гипермобильного синдрома, то есть, те грубые изменения. И те же патологические кифозы, опять же, с выраженным болевым синдромом, они встречаются в 2 раза чаще, нежели чем у детей без гипермобильного синдрома. Вот, исходя из этого и представлена схема диагностики, которую мы довольно-таки давно уже используем, по сути дела, что мы можем сделать? То есть, первая сеть, мы отсеиваем тех детей, которые являются группой риска. Это дети с гипермобильным синдромом. Но, опять, о чем идет речь? Что этих детей не надо бросать, потому что, слава богу, вот то, что я говорил с тазобедренным суставом, все-таки усилия врачей не прошли даром. И официально по приказам дети до года обязательно 3 раза осматриваются ортопедом, чего не было еще 20-25 лет назад. Поэтому сейчас, слава богу, количество таких врожденных вывихов, косолапость, они сократились, эти детишки, потому что лечение, начинаемое этим детям сразу после рождения и проводимое активно в течение первого года жизни, оно дает свою огромную позитивную роль. А вот дальше эти дети уже брошены, потому что в следующий раз они попадают к ортопеду в лучшем случае в 6-7 лет перед школой. А вот эти вот 5 лет, они просто предоставлены сами себе. И тут вот как раз наглядно выходит то, о чем говорили иммунальные терапевты, о чем говорили все доктора сегодня. То есть коррекция, та небольшая, это и те же коррекция обуви, потому что гипермобильный синдром, нарушение стопы, нарушение всех функций стопы в той или иной степени. А дальше уже пошло по нарастающей, и вот эта дуга и замыкается, плюс функциональное нарушение. Сюда уже хорошо укладывается то, о чем в свое время говорил Ратнер, что вызывало очень много споров. Кто-то принимал родовую патологию, кто-то не принимал. То есть как раз все по полочкам, то есть врожденное, потому что что такое гипермобильный синдром? Это один из явных признаков, как дифференцированной, так и не дифференцированной дисплазии с огнетенной ткани. Соответственно у этих детей патология имеется как врожденная, наследственная. А вот как будет функция развиваться, тут уже будет зависеть от нас. Как мы поведем себя, как мы будем к этим детям относиться, как мы будем наблюдать, соответственно будет зависеть. То есть получим ли мы те грубые изменения, которые мы видим или не получим. То есть здесь я хочу как бы подытожить словами основателя Битлз Джональя, он уже покойный, у него есть песня «To give peace a chance». Дайте миру шанс. То есть для чего все это надо? Чтобы врачи владели этой информацией, чтобы они ее знали. И когда люди обращаются, понятно, что мы насильно всем не поможем. Но когда люди и родители с детьми обращаются к нам, по крайней мере мы им можем рассказать, что вот у вас есть то-то, то-то, вы являетесь группой риска. Если вы будете заниматься, вы будете осуществлять коррекцию, обследуете, все это сделаете, значит у вас есть шанс, что этих нарушений не будет. И той приспособительной реакции в виде сколиоза ее тоже не будет. Ну исходя из этого и лечения, мы просто об этом уже будем говорить завтра, поэтому пока я прохожу. То есть как бы лечение я здесь опускаю. Вот. Ну вот на предыдущем слайде был препарат Зиноксин, но об этом тоже поговорим тогда завтра, потому что это один из новых препаратов, который не является нестероидным противовоспалительным. Хотя по своим свойствам нестероидные противовоспалительные препараты, они действуют как имбирь, то есть они блокируют ферменты воспаления, но не имеют побочных действий. Ну и здесь вот как раз выводы, что кибермобильность суставов у детей является одним из важных маркеров ортопедической патологии. И дети с кибермобильным синдромом требуют систематического диспансерного наблюдения, осмотра ортопедов совместно с неврологом, педиатором. Вот. И уже как можно раннего возраста, но реально это где-то с двух-трех лет. То есть мы не должны их выпускать полностью из поля зрения. Ну и основой профилактики является обучение детей и их родителей здоровому образу жизни, как раз то, о чем мы здесь говорили. Вот. Физические нагрузки, режим труда и отдыха, сбалансированное рациональное питание. Ну и дети уже с выявленной патологией, они еще требуют, помимо этого, два-три раза в год проведения еще активных лечений медикаментозных. Ну не только медикаментозных, но и медицинского активного лечения. Ну и вот это вот как бы сформулировано на основной мысли цель всего этого, что это профилактика и ранее выявление лечения сколиотической болезни и уменьшение числа больных, требующих хирургического лечения и исключить проявление запущенных хомсколиозов. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.